Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Россия отмечает трехлетие Олимпиады. Жан-Клод Килли и Жильбер Филли пообщались в Сочи с юными гениями и получили именные звезды. Летом цены в отелях и пансионатах Сочи останутся на уровне прошлого года. Об этом заявил глава курорта в Ростуризме. ЕГЭ сегодня сдавали взрослые. Во всероссийской акции приняли участие сочинские родители. Присоединились и депутаты. Больше 200 участников со всей России. В Сочи проходит открытое первенство края и города по фигурному катанию. Килли и Филли удостоились звезд на Аллее Олимпийских чемпионов в Сочи. Торжественная церемония их открытия прошла сегодня на курорте Роза Хутор. В праздничных мероприятиях, посвященных трехлетию со дня открытия 22-х зимних Олимпийских игр, приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и другие почетные гости. Известный французский горнолыжник, завоевавший золото во всех видах горнолыжных дисциплин на зимней Олимпиаде в Гренобле, уже имеет орден почета от Владимира Путина за большой вклад в развитие международного олимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов. Теперь шестикратный чемпион мира значится и на Сочинской аллее чемпионов. Жан-Клод Килли открывает звезду своего имени. Завершив спортивную карьеру, Жан-Клод Килли почти 20 лет посвятил работе в Международном олимпийском комитете. В период подготовки к играм в Сочи был председателем координационной комиссии МОК. Французский горнолыжник часто посещает российские курорты и рад тому, как используется богатое олимпийское наследие. Какие красивые горы! А ведь 7 лет назад здесь кроме них ничего не было. Я очень горд и рад тому, что теперь здесь на курорте Роза Хутор среди имен легендарных чемпионов и мое имя. Да, олимпиада в Сочи была самой лучшей, об этом все говорят. И это не только моя заслуга. Титанический труд внес каждый из тех, кто сейчас здесь стоит. И, конечно, сам президент России и другие представители вашего государства. Олимпиада дала возможность создать, по сути, новый в России город с мировым именем. Это, кстати, мой 59-й визит в Сочи. 7 февраля в России отмечается не только годовщина старта зимней олимпиады, но и день зимних видов спорта. Этот праздник отмечается с 2015 года. После Олимпийских игр был взлет, взлет количества людей, которые регулярно занимаются спортом. И мы поддерживаем эту традицию путем проведения ежегодного дня зимних видов спорта. В эти дни, в эти выходные в прошлом году 2 миллиона человек приняли участие в различных, по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Это такое ощутимое, зримое доказательство, что олимпийское наследие работает в полную силу. Помимо богатого материального наследия, Сочи обрел новый мировой уровень жизни. Изменился и менталитет жителей. Наша молодежь, наши жители стали достаточно сильно отличаться, может быть, даже от других, именно тем, что они имеют такие огромные возможности, прежде всего, участвовать в спортивных мероприятиях. А во-вторых, ведь каждый из нас может иметь сегодня возможность принимать участие во многочисленных мероприятиях, событийных мероприятиях, которые проходят в городе Сочи. За три последних года в Сочи прошло 363 спортивных соревнования. В феврале город примет всемирные военные игры. Кроме того, на курорте ежегодно проходят и сотни культурных событий. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну а накануне Жан-Клод Келли, Жильбер Фили и Дмитрий Чернышенко встретились со студентами и выпускниками Российского международного олимпийского университета, который по праву считается одним из важнейших наследий игр Сочи. Почетный член МОК Жан-Клод Келли, председатель координационной комиссии МОК по играм 2014 члены сполкома Жильбер Фили и председатель правления Газпром-медиахолдинг Дмитрий Чернышенко прибыли на курорт. Легенды зимних олимпийских игр в Сочи встретились со студентами, выпускниками и педагогами Олимпийского университета за круглым столом. Говорили о том, как все начиналось, вспоминали о самых ярких событиях сочинских игр и о перспективах развития олимпийского движения. Для меня встреча со студентами была неожиданностью, очень приятной неожиданностью. Студенты показались очень толковыми. Самое главное, что была возможность обсудить с ними многие вопросы. Они задавали вопросы о финансовой составляющей, об олимпийском движении и так далее. Студенты спрашивали гостей об особенностях работы Олимпийской организации, коммерческой составляющей, организационной и даже вопросы внутренней философии. Профессионалы поделились секретом. Олимпийское движение – это тандем людей, мыслящих и двигающихся в одном направлении. Я очень рад, что в Сочи инфраструктура задействована и не вся в спорте. Были разного рода переориентации функционирования этих объектов. Олимпиада в Сочи стала едва ли не самой лучшей за всю историю игр. Такие оценки в беседе прозвучали несколько раз. В этой связи Олимпийский университет сегодня является центром бесценного опыта. Российский международный Олимпийский университет сам по себе является точкой, где аккумулируются знания не только уже об Олимпийских и Паралимпийских играх, но и о новых ивентах, событиях, которые проходят в нашем городе и на территории других стран, других регионов. После встречи со студентами гости посетят образовательный центр «Сириус» и отправятся в город для закладки звезд на Леи Славы. Впрочем, в Сочи каждый из них бывает достаточно часто. Трехлетие со дня открытия Олимпийских игр они проведут практически в домашней обстановке. Елена Всецына, телекомпания «ФКТ». Сегодня в день зимних видов спорта Россия отмечает трехлетие Олимпиады. В Сочи годовщину старта зимних игр отмечают по-спортивному. Достояние курорта «Ледовые дворцы» в эти дни принимают многочисленные соревнования. Сочинцы же олимпийским достоянием и наследием всего города считают новые больницы, дороги, инженерную инфраструктуру, ну и, конечно же, новый облик курорта. «Самое главное, что обрел город – это новое качество жизни, утверждают горожане. Ощутимо это и в поликлиниках, и на дорогах, и на пляжах преобразования. Коснулись всех сфер курорта, и заметно это невооруженным взглядом». «То, что было раньше в городе, несравнимо. Брать проспекты, дороги, гостиницы или что-то остальное, я считаю, что только положительно. Тем более этим всем пользуемся». «Когда в Ландлер приезжаю, заметно. Эмеретинская низменность, когда бываю в этом месте, конечно, замечаю преобразование. Естественно, до 2008-2009 года это была заболоченная низменность, не более того. «Самое главное, наверное, это дороги. То есть сейчас и развязки, и внешний вид города, и то, что сделали с улицы Новогинской. То есть дополнительные места – это наследие Олимпиады, мы им с удовольствием пользуемся». «Город красивее стал, все освещение делал, все вообще преобразился». «Чистота. Во-первых, чистота, во-вторых, обустроенность. То есть везде чистенько, вот дублер курортного проспекта – вот это восторг, конечно. Это такая моя личная линия метро, я ее называю, потому что очень удобно, без пробок можно пролететь». Олимпиада – это не только новые ледовые дворцы и горнолыжные курорты, но и 360 километров новых дорог и мостов. А еще за пять лет стройки город получил более 60 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, тысячу отремонтированных многоквартирных жилых домов, проведено на курорте 700 километров инженерных сетей и чуть ли не столько же километров газопровода низкого и высокого давления. Но основами высоковольтными линиями электропередач, ТЭС, ТЭЦ и десятками подстанций общей мощностью более 1200 мегаватт для сотен сочинцев закончилось время выживания, когда без света приходилось сидеть по две недели. А благодаря новым очистным сооружениям, имеющим статус «Наилучшая существующая технология», побережье курорта уже по праву входит в число самых чистых. Ко всему прочему, Сочи перешел на систему «Ноль отходов». Я был в Сочи где-то лет пять назад, ну даже больше, даже больше. И это был один Сочи. Сейчас я понимаю, что это маленькая чистая Москва. Я переехал полгода назад и я в восторге, честно говоря. Здесь, это потрясающий город. Вот я его сравниваю, как если знаете, вот я из Ростова-на-Дону. Ростов – это девушка в строгом офисном стиле, а Сочи – это девушка в вечернем платье, которая всегда выглядит на ядь, идеально пахнет, идеально выглядит. И это потрясающе. Кардинально в городе все поменялось. Дороги, фасады, здания – все прекрасно. Реализован в городе еще один проект Олимпиады. Сочи вернулся статус всесезонного курорта круглогодичного действия. Горнолыжные курорты города сегодня конкурируют, в том числе и с французским шамани. В результате же работы руководства Сочи с 2014 года поток отдыхающих начал неуклонно расти. И в 2016-м достиг цифры в 6,5 миллионов человек в год. И это лучший показатель за всю историю курорта. А благодаря совместной работе с туроператорами в летнем сезоне прошлого года появились пакетные предложения по Сочи. Ну а в этом году сложилась тенденция к увеличению потока из-за рубежа. Туристы ожидаются как из Китая, так и из Германии. Ко всему прочему, и по оценке международных экспертов, Сочи занимает второе место по событийному потенциалу. Так, в 2017 году в Олимпийской столице уже запланировано не менее 180 крупных событийных мероприятий. В том числе, в ближайшие полгода нас ожидают Всемирные военные игры, Российский инвестиционный форум, Международный фестиваль молодежи и студентов. Ну и самые ожидаемые спортивные мероприятия также пройдут в нашем городе. В апреле это королевские гонки, ну а в июле матчи Кубка Конфедерации ФИФА. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Детский сад, школа, больницы и парковочные места. Только при наличии социальных объектов еще на этапе проектирования будут выдавать разрешение на строительство. Точечной застройки в Краснодаре быть не должно. Губернатор Вениамин Кондратьев вместе со своими замами, архитекторами и руководством краевой столицы сегодня совершил объезд по городу. Высотки в центре растут как грибы после дождя, а соответствующей инфраструктуры нет. Например, на улице Буденного участок земли отдан под строительство. Планировали там детский сад. А теперь на картинке проект 12-этажного дома. Евгений Алексеевич, у вас что, в городе много детских садов? Ни в коем случае. Так это в чем проблема? Почему мы сегодня отказываемся от детского сада, а начинаем строить дома? Коллеги, ну вы уже выдали разрешение на строительство. Архитектор за это поплатился. Поплатился? Это значит мало. Надо мне понимать так, чтобы, во-первых, это было уже впредь никому не повадно, а во-вторых, давайте жить городом. Давайте жить проблемами горожан. А проблемы горожан сегодня нехватка школ, детских садов, поликлиник. Я готов к этому вопросу вернуться только в том случае. Если я увижу детский сад, школу, только тогда мы о чем-то можем говорить. Сегодня я вижу только одну банку, как в народе говорят, эту высотку, и больше к ней ничего не прилагается. И это не единственный пример. Губернатор побывал сегодня на тех объектах, которые уже возвышаются в историческом центре города и на пустырях. Уже после объезда вопросы бесконтрольной застройки Вениамин Кондратьев обсудил на совещании в мэрии Краснодара. Этим летом цены на размещение в отелях и пансионатах курорта останутся на уровне 2016 года. Об этом накануне заявил глава Сочи Анатолий Пахомов на пресс-конференции в Ростуризме. Ранее туроператоры выражали опасения, что когда Турция и Египет снова начнут принимать туристов, цены российских объектов размещения могут оказаться неконкурентно способными. Мэр Сочи заявил, что на курорте можно будет найти жилье любой ценовой категории. Кроме того, в городе проводится около 200 событийных мероприятий в год, что также привлекает внимание туристов. Но несмотря на многие преимущества перед другими курортами, Сочи намерен и дальше повышать свою привлекательность. Над этим активно работают власти города и лично мэр. У нас достаточно большие возможности, но надо понимать, что стагнация всегда ведет к распаду. Мы готовы активно включиться по мотивации приезда в город Сочи, по улучшению качества. Самая главная планка, которая существует, это безопасность. В городе Сочи, как и во многих других курортах мира, можно четко сказать, мы гарантируем вам безопасность. Пахомов также добавил, что выступает за введение курортного сбора, но его сумма не должна быть обременительной для туриста. В ближайшее время презентации Сочи пройдут в российских городах-миллионниках. Сочинцы, не заключившие договор на обслуживание внутридомового газового оборудования, могут остаться без голубого топлива. Соответствующее правило предоставления коммунальных услуг утверждено правительством. Тем не менее, десятки домов на курорте не заключили договоры с эксплуатирующей организацией и являются повышенным источником опасности. О необходимости принятия мер жители неоднократно информируют сотрудники районных администраций. И результаты есть, расскажет Татьяна Говоркова. Нам необходимо обеспечить безопасность, соответственно, вам необходимо заключить договор. Я заключил договор уже два месяца, я заплатил деньги, понимаете, за этот договор. Ни одного хрена никто не пришел, не посмотрел, в каком состоянии эта труба, подводящая эти самые шланги. Договор на внутриквартирное газовое оборудование у этого жителя по улице Альпийская заключен, а вот на общедомовое нет. Частник объясняет, где взять деньги пенсионеру, тарифы растут, услуги дорогие, да и не один он здесь проживает. А соседи в ответ на информацию от администрации пишут ответную записку и рассчитывают на авось, не задумываясь о возможных последствиях, да и вообще о том, что могут остаться без газоснабжения. И таких домов на курорте 46. Семь из них будут отключены от газа уже в ближайшие дни. Повторное подключение обойдется гораздо дороже. Первое, необходимо заключить договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования, заключить договоры и заплатить за это деньги, заключить договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, после этого сдать акты на обследование систем вытяжной вентиляции, вот это тоже полторы тысячи рублей. Поэтому дальше придут специалисты, проверят газовое оборудование, плиты. Если плиты имеют срок службы более 15 лет, значит необходимо заключение специализированной организации. То есть это будет очень дорого и очень долго. Это будет порядка 10 тысяч рублей с квартиры. Сам же договор на общедомовое обслуживание стоит 3 тысячи рублей. Эти деньги собираются со всего дома, а не с одной квартиры. Жители первого дома на переулке Севастопольский уже подали заявление на заключение договора с Горгазом. Информация от районной администрации, которая была вывешена в подъезде, дала понять, шутить с законом и экономить на собственной безопасности не стоит. Тем более много времени на это не требуется. Странно, что администрация этим делом занимается, а не Горгаз. И обслуживание должны приходить, проверять с контрольной какой-то проверкой, как работает. Потому что случаев постоянно в последнее время очень много. Надо сюда лично прийти и с каждой квартиры заключить. Человек должен прийти с квартиры. Они от всего дома заключают, председатель, а остальные уже в квартире. Обслуживание общедомового оборудования не нововведение. Просто в соответствии с постановлением правительства меры по этому поводу ужесточились. И в первую очередь вызваны необходимостью безопасности самих жителей. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Единый день сдачи ЕГЭ родителями прошел сегодня в 50 регионах страны. В нашем городе единый государственный экзамен по русскому языку сдали полсотни родителей сочинских выпускников. Цель всероссийской акции – развеять страх вокруг ЕГЭ и повысить осведомленность мам и пап о самом процессе испытания. О родительском едином госэкзамене, который прошел в 8-й гимназии, материал Инги Габешия. Сегодня родители выпускников прошли все этапы ЕГЭ. Все то, что уже через несколько месяцев предстоит пройти их детям. Для родительского госэкзамена действовали те же правила, что и для школьного. Условия сдачи были максимально приближенными к реальным. Регистрация, рамки металлоискателя, изъятие телефонов. В руках лишь паспорт с черной гелевой ручкой. Такая психологическая подготовка мам – папы на испытания так и не решились – обязательно снизит негативный ажиотаж вокруг ЕГЭ, уверены педагоги. Посмотреть изнутри на процедуру сдачи нашумевшего ЕГЭ решила и начальник городского управления образования. Компанию Ольги Медведевой составили директора школы и сочинские депутаты, также решившие узнать об особенностях экзаменационных процедур. Веселые улыбки смельчаков сменились на задумчивые, как только вскрыли контрольно-измерительные материалы. Кстати, разработаны они Федеральным институтом педагогических измерений. На мини-экзамен по русскому языку взрослым отвели 40 минут. Выпускники же пишут полноценный ЕГЭ по-русскому в течение трех с половиной часов. Ирину Петрову, чтобы та не ударила в грязь лицом, к родительскому варианту госэкзамена готовила дочь 11-классница. Так как времени давали нам меньше, чем детям, я думаю, что все-таки они справятся с этим заданием. Они все-таки учат русский язык и другие предметы, у них все свежо в памяти. Меньше я переживать не буду, но да, я поняла, что это не так страшно. Если есть знания, то бояться абсолютно нечего. Я хочу просто передать родителям всем, не переживайте. Готовьте детей к экзаменам и все будет отлично. Всем успехов! Для экзаменующихся провели инструктаж, но все же без вопросов. Не обошлось, депутаты то и дело обращались за помощью к организаторам ЕГЭ. Вопросы, правда, больше организационные, но все же многим пришлось поволноваться. Благо в аудитории оказался врач. Валерьянка в этой ситуации не помогает. Здесь надо самому себя держать, но такое возбуждение получил. Надо было определить, где метафоры, где фразеологизм, где еще 8 или 9 пунктов. Я даже сейчас не могу повторить. Я как-то написал, но голова заболела в конце уже. Если ребенок занимался и учил русский язык, то здесь ничего такого сверхъестественного, даже в моем понимании, в этом экзамене нет. Единый день сдачи ЕГЭ родителям – это не проверка знаний. Родителям 11-ти классников для их же успокоения решили показать атмосферу проведения ЕГЭ, отмечают в Управлении образования. Мне кажется, что тест был несложный. С ним может справиться любой человек, который обучался в среднеобщеобразовательной школе. Но на творческие задания хотелось бы, конечно, времени побольше. Потому что хочется действительно творить, хочется размышлять, структурировать. Я думаю, самое главное осознание, которое должно было прийти сегодня – надо помогать ребенку, его успокаивать и говорить, что он абсолютно со всем справится и что надо просто настроиться. Оценки родители узнают через неделю. Работы проверят сочинские учителя русского языка и литературы. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня в России отмечают День зимних видов спорта. Это общенациональный праздник физкультуры, спорта и здорового образа жизни. По традиции, по всей стране в этот день проводятся разного рода соревнования и спортивные мероприятия. И надо сказать, праздник этот молодой родился он в День открытия зимних игр 2014 и в этом году отмечается уже в третий раз. В Сочи сегодня проходит масса спортивных стартов, посвященных этому дню, в их числе первенство края города по фигурному катанию. На открытии турнира побывала наша съемочная группа. Вот так все вместе День зимних видов спорта встречают шорт-трекеры, хоккеисты и, конечно, фигуристы. Они сегодня главные герои льда, участники открытого первенства города и края. В Сочи съехали спортсмены из разных городов Кубани, а также Екатеринбурга, Зеленограда, Новочеркасска, Ставрополя, Севастополя, Ростова-на-Дону, Ханты-Мансийска. Всего более 220 спортсменов. На льду спортсмены борются не только за медали и разряды, но и за попадание в сборную края для участия в региональных и всероссийских соревнованиях. Ну а конкуренция среди фигуристов сегодня крайне высока. Фигурным катанием только в Сочи занимается более 160 спортсменов. А тренируются они на олимпийских аренах, лучших в стране. До Олимпиады о таких условиях можно было только мечтать. У нас не было до этого ни одного катка. Сейчас у нас на территории Олимпийского парка только их шесть катков. Конечно, это просто революция, и у нас очень большой, скажем, набор спортсменов ежегодный. И в муниципальный центр в Сочи, и в краевой центр. Я пришла в фигурное катание в 3,5 года. Меня отдала бабушка, и я изначально занималась на арене «Динамо» в Волгограде. Тут есть чем сравнивать и с другими аренами разных городов. И по мне, такие арены самые лучшие из всех, которые я когда-либо встречала. Благодаря новым ледовым площадкам в Сочи на тренировки приезжают дети со всей страны. Ну а мастер-классы по катанию на коньках все чаще дают именитые спортсмены, олимпийские чемпионы разных лет. Общее количество детей, занимающихся спортом, более 46%. Зимним видами занимается более тысячи ребят. Опять же, повторюсь, всеми видами. И горнолыжными видами, и на льду. Поэтому тот процент, который сегодня охвачен, он, конечно же, есть к чему стремиться. Но если брать по общероссийским показателям, то Краснодарский край уже не первый год занимает лидирующие позиции. Фигурное катание, керлинг, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, сноуборд. Зимние виды спорта в Сочи стали активно развиваться именно благодаря зимним играм. Ну а всего же в Сочи за последние годы количество жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросло в два с половиной раза. Сегодня это более 200 тысяч человек. То есть фактически каждый третий сочинец. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сильнейшие бильярдисты России собрались в Сочи. В нашем городе начался чемпионат России по бильярдному спорту. В нем участвуют 130 человек, среди них 6 чемпионов мира. В мужском турнире примут участие 89 участников, в женском 41. Играют все ведущие бильярдисты. Никита Левада, Владислав Осьминин, Леонид Шевыряев, Сергей Тузов, Александр Чепиков и Эдуард Галиянц чемпионы мира. Честно говоря, год не выступал нигде и приехал сюда защищать титул. Ну потому что не каждый раз выигрывает чемпионат России, а титул. Так как я действую, еще надо приехать хотя бы из уважения ко всем остальным спортсменам. Александр Чепиков в прошлом году на чемпионате в Иркутске стал победителем, а еще раньше в 2012 лидировал на чемпионате мира в киргизском Бишкеке. В Сочи он приехал в первый раз и, конечно же, в олимпийской столице у него цель одна – подтвердить действующий титул чемпиона России. Здесь же совсем молодые звезды, динамично, успешно они стремятся повысить свое бильярдное мастерство. На этот раз в комбинированной пирамиде. Комбинированная пирамида, она играется одним шаром, вы видите, вот бетон желтого цвета. То есть, когда спортсмен забивает его в лузу, он его достает, снимает себе на полку один из белых шаров и продолжает играть из дома. Это так вот, есть линия, прочерченная через первую точку параллельно короткому ножку. Кто первый забивает 8 шаров, соответственно, выигрывает партию. Представлено на чемпионате 37 регионов партии, продлятся 5 дней, завершатся 11 февраля. Из числа победителей будет сформирована сборная команда страны, которая будет представлять Россию на чемпионате мира. Он пройдет в марте этого года. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 12 февраля стартует первый открытый кубок горно-туристического центра «Газпром» по горным лыжам и сноуборду. Дата выбрана не случайно. Именно 12 февраля стартовали зимние Олимпийские игры в Лилихаммере и Ванкувере. 12 февраля курорт откроет свои двери для любителей и профессионалов, желающих получить призы от курорта и партнеров соревнований. А это магазин спортивных товаров «Анджи Премиум Спорт», магазин спортивных товаров «Альп Индустрия», парк приключений на высоте «Скайпарк» и кинотеатр «Люксор». Генеральный партнер – группа компаний «Ски Клаб». Это сеть профессиональных прокатов и школа инструкторов в Красной Поляне. Среди призов за первое место в номинации «Профессионалы» – сертификаты на покупку в магазине «Партнеры» и посещение развлекательного центра «Галактика». В номинации «Любители» главный приз – проживание в пятизвездочном гранд-отеле «Поляна». Призы и сертификаты на покупку спортивных товаров, билеты на экстремальные аттракционы. Также подарки подготовил бар-ресторан «Агава Ред» в развлекательном центре «Галактика». Предварительная регистрация участников открыта по 11 февраля включительно по телефону 8 928 854 86 03. Участие в соревнованиях бесплатное. Ски-пас приобретается отдельно. Для болельщиков предусмотрена специальная цена на экскурсионный ски-пас. Для участия в мероприятиях нужна спортивная страховка. Ее можно оформить в день соревнований. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Ольга Десятого.